Я попала в какой-то собачий город. Привет! Ни одной кошки. Ты мне мяч приносишь, да? Можно воспользоваться городскими питьевыми фонтанами. Видите, девушка несет мешочек после прогулки со своим песиком. Первая кошка, которую я встретила в Барселоне. Внутри все засыпано чистеньким песочком, растут деревья. В последний раз дезинфекция проводилась. В самой Барселоне тоже есть собачий пляж. Че ты говоришь? Привет, я Энни Мэджик, и сейчас, ребята, я нахожусь в Испании, в городе Барселона. Эта поездка была совершенно спонтанная, неожиданная. Я решила вдруг сделать себе такой сюрприз на день рождения. И поэтому мои песики, кошечка, остались ждать меня дома. Но оказавшись здесь, ребят, я просто загорелась идея снять для вас видео про собак отсюда. Потому что я была поражена тому, как здесь все устроено в этом смысле. Поэтому буду рада, если вам понравится этот ролик. И вы поставите ему лайк, чтобы таких видео было больше. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые видео из нашей жизни. Вообще, и с животными, и просто. И пишите свои комментарии, потому что волшебные появляются здесь вот. И я оставлю на них сердечки. Короче, здесь нереально много собак. Все ходят с собаками. Куда не пойдешь, обязательно собака. Вот эти вот кафе, в которые можно с собаками. Вообще, просто я поражена, насколько здесь много собак, людей с собаками. Куда они только не ходят вместе с ними. Где их только невозможно встретить. Поэтому мне тут пришла мысль в голову. Как вам такая идея? Проголосуйте, попросите. Если везде, куда я когда-либо буду ездить, я буду снимать такое видео. Как там живут с собаками. Какие-то интересные факты. Вообще, как это происходит в других странах мира. Мне кажется, было бы прикольно. Вот это видео получилось очень спонтанным. И необычным, и интересным. Я думаю. В Барселоне, ребята, очень много людей с собаками. Я не успевала ловить эти кадры для вас. Снимаю одного хозяина с песиком, поворачиваюсь еще один. Шаг в сторону, еще и еще и еще. С одной, двумя, тремя, маленькими, большими, дворняшками, редкими породами. И даже с собаками-инвалидами. Утром, днем, вечером, ночью. Кругом люди с собаками. Мне даже иногда казалось, что я попала в какой-то собачий город. Привет! И самое удивительное, что не только собаки все разные, но и владельцы этих пушистиков всех возрастов. От молодежи до старичков. В России вообще сложно такое представить. А еще я не увидела ни одной бездомной собаки. Кстати, в Барселоне, здесь, в Испании, я не увидела ни одной бездомной собаки. Вот чтобы просто так ходила без хозяина или как-то вот спала где-то, как бывает в России и в других странах. А также ни одной кошки. Ни бездомной, ни с хозяином. Ну, понятно, может быть, не все гуляют со своими кошками, но и бездомных кошек тоже тут нет. У нас на родине, даже в крупных городах, я крайне редко вижу людей, гуляющими в парке или по улицам со своими питомцами. И уж тем более с крупными породами. И уж тем более пожилых. А вот бездомных псов кругом полно. Поэтому мне лично стало очень интересно изучить эту тему в Испании и снять тут для вас свою рубрику «Как все устроено». Я снимала эти кадры для вас прямо из Барселоны и расскажу, где все они здесь, на бесконечно каменных улицах, ходят в туалет. Кто за ними убирает, сколько это стоит, куда можно с собаками и даже про специальные площадки и собачьи пляжи. Кстати, после приезда я прочла, что испанцы, оказывается, обожают домашних животных. Собаки, рыбки, птички и кошки есть практически в каждой семье. Согласно статистике, в 50% испанских домов живет как минимум один питомец. А всего на территории Испании насчитывается более 5 миллионов собак. Теперь понятно, почему я видела так много песиков на улицах. Ты мне мяч приносишь, да? Конечно же, у них есть груминг-салоны, зоомагазины, ветклиники, но они и у нас есть, поэтому вряд ли вас это удивит. А вот бывать с собакой у нас в стране толком-то и негде. Я лично по своему опыту знаю, чаще всего не разрешают ни в парке, ни в кафе, ни в ТЦ, особенно с крупными. В Барселоне же все наоборот, ребята, как и в других городах Испании. Ходить с собакой можно практически везде. В большинство магазинов можно зайти с собакой, представляете? С собакой можно и в метро, и в автобусы. Билет песику не нужен, нужно лишь иметь короткий поводок и намордник. Ну, на всякий случай. Мало ли, что у вас за песик, но, видимо, не все соблюдают правила. Так как аптека место стерильное, пес может подождать у входа. Около многих аптек, кафе и магазинов есть такие специальные крючки, чтобы привязать поводок. А еще у них очень много баров и кафе dog-friendly. То есть туда разрешают вход с собаками. Практически в каждое такое место вы можете зайти с собачкой, не считая там суперкрутых дорогих ресторанов. А если ты, например, забыл с собой поилку и идешь где-то по городу, а собака захотела пить, можно воспользоваться городскими питьевыми фонтанами. Они здесь почти везде. Важно соблюдать лишь два простых правила. Первое, песик должен быть на поводке. И, как я сказала раньше, не все соблюдают правила, поэтому я не раз встречала собак, гуляющих свободно просто так. Но, как я выяснила позже, полицейский все равно имеет право выписать штраф на сумму до 300 евро, если вы это правило нарушаете. А если у тебя, как они это называют, потенциально опасная порода, ротвеллер, бультерьер, акитаину и еще парочка пород из их списка, то обязательно намордник и поводок не длинше двух метров. Если нарушишь, штраф в разных городах уже от 100 до 3000 евро. Это нереальная сумма. А второе, это убирать за своим песиком его вонючие сюрпризики. Иначе штраф тоже 300 евро. 300 евро это около 23,5 тысяч рублей. 23,5 тысячи. У нас в России у некоторых зарплата меньше. Я думаю, если бы у нас был такой штраф, наши хозяева бы убирали за собаками чаще. Ведь те самые вонючие сюрпризики, это одна из причин в России, почему другие люди не хотят, чтобы вы в дворе гуляли с собакой. Видите, девушка несет мешочек после прогулки со своим песиком. Но не буду преувеличивать, один раз я видела неубранный сюрприз на улице. В разных местах установлены разные знаки по поводу собак. Например, убери за собакой, ходить по газонам нельзя, за вход на детскую площадку с собакой штраф 1000 евро и так далее. Но, как я сказала, не все соблюдают правила, и иногда чьи-то собаки делают свои дела прямо на табличку «Выгул собак запрещен». Главное соблюдать эти простые правила, и тогда можно брать свою собаку практически везде с собой. Это же так круто! А еще я замечала, что в городе с собаками не только гуляют, но и занимаются спортом, даже зимой. Я знаю, что летом испанцы очень любят учить собак серфингу, а вот в это время года, например, ходят на пробежку или катаются на велосипеде. Первая кошка, которую я встретила в Барселоне. Привет! Привет! И то это очень далеко от центра, в парке, который называется Лабиринт Орта. Здесь есть лабиринты зеленые из растений. Один лабиринт большой, но это уже на другом канале. Как дикая просто, дикая кошка. Дикая испанская кошка. В отличие от России, где хозяев с их собачками гоняют со дворов, из парков и отовсюду, и гулять им вообще больше негде, в Барселоне, и я узнала, что в других городах тоже, оборудованы специальные площадки для выгула. Вы можете в парке гулять на поводке или без поводка в специально отведенном месте, но если рядом парка нет, то прямо в городе можете пойти на площадку. Я побывала на одной такой площадке, это огороженная небольшим заборчиком с калиткой территория со знаком о разрешении выгуливать собаку без поводка. Внутри все засыпано чистеньким песочком, растут деревья, стоят скамеечки, гуляют счастливые хозяева, бегают песики. Есть фонтан-паилка с водой, чтобы собаки могли попить. Но там тоже нужно убирать вонючие сюрпризики за своими собаками после прогулки. Последний раз дезинфекция проводилась 27 ноября, то есть постоянно следит за этим государство, город. Это очень круто, мне кажется. Кстати, ребят, я очень часто замечала в местах, где гуляют с собаками, вот такие столбики у деревьев. И мне даже пришла мысль в голову, что это нужно, чтобы собаки писали на них, а не портили растения. Но подтверждение своим доводом я в интернете не нашла. Может, кто-то из вас знает, для чего эти столбики привязывать к деревьям? По поводу собачек на пляжах Испании я узнала, что везде правила разные. Но чаще всего с собакой на общественный пляж, где окупаются семьи с детьми, туристы и так далее, нельзя. Но так как в Испании очень любят животных и особенно зобачек, во многих городах просто делают специальные пляжи для собак. Я в интернете насчитала только около 13. В самой Барселоне тоже есть собачий пляж. Там собаки могут бегать и купаться в море вместе с хозяевами. Да, на общественный пляж нельзя, но зато у них есть свой собственный пляж. Не жизнь, а рай просто какой-то. Как вы поняли, собак в Барселоне настолько много, что просто, проходя вечером по улице домой, ты можешь увидеть такую картину. Че лаешь? Че лаешь? Че ты лаешь? Че ты лаешь? А утром в том же месте на балконе тусит еще один разговорчивый песик. За лай, видимо, штрафов в Барселоне нет. Да, ребят, сегодня 14 декабря. Просто вы могли обратить внимание, что нет снега и вообще как-то не по-зимнему. Но вот такая вот погода в Барселоне в это время. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это необычное видео про животных в другой стране абсолютно. И мы увидимся скоро в новых роликах. А пока переходите по ссылочкам на другие видео на других моих каналах. Ставьте лайк, голосуйте в вопросе, пишите комментарии. Пока! Спасибо за поздравления и с днем рождения! Субтитры сделал DimaTorzok